На один день студенты Рязанского государственного радиотехнического университета стали представителями различных пресс-служб, правительства администрации и учебных заведений, которые функционируют в условном городе Энск. Творческая игра проходит в рамках тематической медиасмены. Каждый год студенты Рязанского государственного радиотехнического университета приезжают на оздоровительно-спортивную базу «Зеленый Бор», где их ждут разнообразные лекции и творческие задания. Каждый день у нас посвящен определенной теме. Например, это фото, следующий день видео, далее дизайн графика. День у нас по несколько лекций, минимум две. Сначала лекции, а затем практические задания, которые выполняют ребята в рабочих группах. Как взять интервью у неразговорчивого человека? Из каких элементов состоит телевизионный сюжет? Что такое ИСО, выдержка и диафрагма? Все это рассказывают специалисты со стажем. Профессиональные фотографы и корреспонденты делятся наблюдениями из собственной практики, а также отвечают на вопросы студентов. Моя лекция будет посвящена взаимодействию оператора и журналиста на съемочной площадке, на телевидении с точки зрения оператора. Что должен сделать оператор? Как нужно общаться с журналистом, чтобы привести хороший материал? Хочется рассказать ребятам о том, как делаются новости, о том, как берется интервью. И самое главное – отработать эти знания на практике, потому что очень часто присылают материалы, которые, скажем так, не соответствуют формату. Хочется, чтобы было как можно меньше редакторских правок и как можно больше практического опыта у них, чтобы они могли потом прийти в серьезное издание и начать спокойно публиковаться. То есть не было вот этого переходного периода, скажем так. Я глубоко убеждена, что такие встречи очень полезны не только этим начинающим медиа студентам, но и уже опытным журналистам. Потому что сразу видно, что вообще интересует молодежь, что их может заинтересовать, на чем сделать акцент в своей работе. Помимо лекций студентов ждет и яркий, насыщенный эмоциями и событиями отдых. Буквально в шаговой доступности несколько озер – Ласковое и Сегдинское. В самом Зеленом Бару есть волейбольная и футбольная площадки – Веревочный парк. Обычно в каждой смене минимум 50 человек. Живут они на улице под названием Студенческое. У ребят трехразовое питание. Как говорят сами студенты, приехав сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. У нас свободные записи любого студента Радиотехнического университета. Участие всех студентов, естественно, бесплатное. Медиа стала третьей тематической сменой этого года, каждая из которых длится около недели. Зеленый Бор уже посетили студенты Станкостроительного колледжа, который является подразделением Рязанского государственного радиотехнического университета, и спортсмены вуза. Впереди смены для лидеров, инженеров-изобретателей, творческих натур и тех, кто чувствует в себе силы организовывать мероприятия. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.